Изучение и сохранение дикой флоры Кольского полуострова, акклиматизация растений, озеленение заполярных городов. Всем этим занимаются сотрудники Полярно-Альпийского ботанического сада. Более 90 лет работы и научных исследований. Сегодня память об истории создания Северного ботсада берегут, и во время экскурсий есть чем удивить гостей. Основанный в 1931 году Полярно-Альпийский ботанический сад сегодня уникальный научно-просветительский комплекс, известный не только в России, но и в мире. Здесь считают, что знания не могут быть скучными, когда они тесно связаны с историей и жизнью нашего края. Это самый северный ботанический сад в стране, где создают зеленый облик Заполярье, знакомят гостей с невероятным миром флоры, проводят исследования и делают открытия. Эти работы ложатся в основу озеленительных, как мы уже говорили, адаптации растений для Краснокнига, создания особо охраняемых природных территорий, например, Териберка, Сидьявра, другие важные территории, которые надо охранять, а ведь это все делается учеными, в том числе ботаниками. Ботанический сад – это огромная коллекция растений со всего мира. В теплице круглый год радуют зеленью раскидистые пальмы, фикусы, огромные монстыры и аллоказии. Здесь может среди зимы зацвести опунцы или столетник, дают плоды кофе и инжир. Все это выглядит и пахнет невероятно. Но помимо коллекции живых растений, это еще и гербарий, например, 150 тысяч образцов, это довольно внушимая коллекция. В рамках российских, здесь хранятся образцы, крупнейшие коллекции образцов с Мурманской области, с Арктики, с Петербергена. Гербарий – словно зеленая машина времени. Это и банк семенного и генетического материала. Ботаники утверждают, что сто лет назад флора Кольского была иной. Год за годом здесь навечно фиксируют находки ученых, которые расскажут о посевах на полях и климате. Настоящая сокровищница. А еще ботанический сад – это удивительные тропы в Хибинских горах. Это особо охраняемая периодная территория федерального значения. Некоторые забывают об этом. Но нас посещают, в прошлом году, например, посетило 14 тысяч человек. А это больше, чем все другие особо охраняемые периодные территории федерального значения в Хибинской области. Летом территория Ботсада – это еще и учебная площадка для заполярных гидов. Яркий и разнообразный маршрут проходит по горам – лучшее место, чтобы отточить умение вести незабываемые экскурсии. Мало кто знает, что большинство многолетних растений на улицах Заполярья родом из Ботсада. Начиная с 30-х годов их привозили с Кавказа и Дальнего Востока. Сахалина и Камчатки из Финляндии, Канады и даже Индии многие переселенцы прижились на севере. Сейчас в городах Мурманск, Полярной Зори, Манчегорск и так далее они такие зеленые. Потому что наше традиционное разнообразие древесных растений очень мало, там 5-7 видов. А сейчас, если мы погуляем по центру Мурманск, мы увидим и лиственницы, и кедры, и многие виды кустарников. Это все благодаря вот этой интернационной и железнительной работе Ботанического сада. Такую необычную для севера и интересную работу начал первый директор Ботанического сада Николай Аврорин. Он приехал на север с первыми экспедициями и почти 30 лет отдал изучению заполярной флоры. Сегодня Ботанический сад носит его имя. Ботанический сад ни на минуту не переставал работать в войну. И большая часть Кольской базы Академии наук была перевезена, эвакуирована. А Ботанический сад во главе со своим директором работал, не только сохраняя коллекции, но и разрабатывая методики получения сахара, например, из лишайников, изучая местные ресурсы дикоросов, ягод. Фото о Воринах, о жене. Ничего себе. Память о первом директоре Ботсада трепетно берегут. К слову, фото, которые делали для фиксации этапов работы, сегодня ценный исторический материал. Можно разглядеть постройки того времени, приметить удивительные детали. В историческом месте должна быть особая атмосфера. Сотрудники Ботанического сада Ирины Липпани и Екатерина Копеина выиграли грант Ботанического сада в рамках грантовой программы «Веремя первых». И, собственно, создается мемориальная комната, посвященная основателю, первому директору Ботанического сада Николаю Александровичу Авровину. Детали интерьера сотрудникам удалось сохранить. А чтобы локация стала по-настоящему притягательной, в нее еще предстоит вдохнуть уютную теплоту и познавательную ценность. Взглянуть во времена минувшие невероятно. Ботанический сад, оказывается, запечатлен не только на фото. В 1954 году он стал площадкой для съемки сцены фильма «Чемпион мира». Уклон, по которому мчатся тройки лошадей, тот самый мост легко узнать и сегодня. Зимой и летом на фото и видео ботанический сад в окружении Хибинских гор выглядит очаровательно. Здесь всегда приветливо встречают гостей. Совсем недавно запустили новую экскурсионную программу по следам Робинзона. Она учит видеть невероятное, читать лес, словно книгу, выживать в снегу и тропиках. Это на самом деле атмосферное место, где жизнь, история и наука, словно захватывающая приключенческая повесть, которую хоть однажды стоит прочесть. Редактор субтитров А.Семкин